Приветствую вас, Юлия. Вы знаете, первый вопрос, который менял в главниках, когда я читал ваш текст, да, такой. Вот стоит ли ему звонить, чтобы что? То есть, стоит ли ему звонить, чтобы что? Чего вы ожидаете, как бы, в ответ от своего такого поведения, например? Чего вы ждёте от этого? Понимаете, какая штука? То есть, очень важно вот этот момент понять. То есть, если вы от своего человека, ну от своего мужчины ждёте какой-то реакции, если вы ждёте от него, например, взаимные симпатии, если вы ждёте от него какого-то ответа, если вы хотите построить отношения, ну, свои с ним, да, то я полагаю, что нет. Наверное, писать ему не стоит. Потому что он вам может не ответить. Вы испытаете только лишь ещё большее разочарование, ещё, ну, ещё более сильное будет у вас разочарование. Вот, я думаю, что нет. Я думаю, что не стоит совершенно точно в этом случае ему писать. В случае же, если вы просто хотите проявить к нему какую-то активность, в случае же, если вам просто хочется человека сделать, например, счастливым, ну, просто порадовать его, допустим, то в таком случае я не вижу никаких абсолютно препятствий для того, чтобы ему не позвонить, тем более, что вы не могли ему ответить. Мужчина мог подумать, что вы не хотите с ним общаться, или мог подумать просто, что, ну, вы занят, и он не хочет вам навязывать. Такое вот, к сожалению, было. Дабы этого не было, вам всё-таки в этом случае лучше ему позвонить. Ещё раз повторяю, позвоните в том случае только, если вы не ждёте от человека чего-то, если вы не ждёте от человека, ну, каких-то, каких-то вот действий, да, поступков, вот в этом случае, в этом случае вам вполне себе можно будет, например, к нему, ну, обратиться, да, и в этом случае будет, ну, в этом случае вполне возможно донести до него то, что вы хотите с ним всё-таки общаться, вот. То есть я в этом, в этом смысле, в этом случае плохого ничего не вижу, вот. Но тут очень важный момент, что, судя по всему, вы его в той или иной степени идеализируете. Вот. И мне кажется, что это серьёзная проблема, потому что любая идеализация, как правило, оторвана от реальности. То есть вы сейчас с ним уже ведёте себя так, как будто вы правы. Вы сейчас с ним уже ведёте себя так, как будто у вас, ну, есть какие-то отношения, хотя на самом деле отношений нет. И мне кажется, что в этом случае вам нужно, ну, вести себя как минимум, вести себя как минимум по-человечески, да, то есть вот чисто по-человечески можно себя вести. Как мне это видится, по крайней мере, вот. То есть вести себя чисто по-человечески, вот, и, в общем-то, просто взаимодействовать с ним так, как будто бы он, ну, он просто вот вам обычный знакомый. Вот. Мне видится вот такой ситуация, мне видится вот такой данный аспект. И мне кажется, что подобный подход пойдёт вам на пользу в том смысле, что вы не отпугнёте его. Что касается повышенного чувства вины, ну, который у вас есть, вот, то мне кажется, что повышенное чувство вины вам здесь, ну, на пользу никак не может пойти, вот. Потому что вы просто человек, она просто отпугнивает. Вот. что это ничего, как бы, ну, хорошего в этом, в этом, в принципе, быть не может. Вот. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить. То есть, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, как и сказал мой коллега, вот. Вот. Ваши страхи, то, что вам раньше мешало человеку не сблизиться, сейчас тоже помешало. И отец, как ни парадоксально, это всего лишь обговорка и отмазка. Ваш. То есть, это ваш страх идти на, значит, сближение. Или наоборот, запрет на движение с мужчинами, что может быть следствием вашего негативного родительского сценария. Папа болеет, вы, соответственно, не выдержали, если бы вам, ну, если бы вам отказали. Где связь между болезнью папой и отказом, я с этой загадкой. Такое впечатление, что вы чересчур, вот, зависим от других. Ну, и не верны в себе. Конечно. Вот. Ага. Вот, в принципе, так, Юлия, я думаю, вам можно ответить. Потому что, ну, то, что вы спрашиваете, да, вот, стоит ли звонить самой, и то, что вы пишите дальше, свидетельствует о том, что вы все-таки боитесь отказа. Боитесь отказа, это потому, что вы боитесь быть брошенной. А страх быть брошенной, наверное, из детства, это чрезмерное принятие на свой счет того, что, ну, того, что делают, говорят люди, например. И так далее, и так далее. То есть, это вот такой момент. Ну, и то, что вы мужчину идеализируете, это, на мой взгляд, тоже совершенно очевидно. Потому что вы его не знаете, вы с ним разговаривали почти, а он вам уже понравился. Не говорю, что это прям плохо, но как бы это свидетельствует о том, что вы склонны идеализировать человека. Вот. А любая, любая идеализация, как известно, происходит именно из потребностей, именно из желания, из желания самого человека. То есть, вы тренутитесь, если вы проецируете на мужчину в данном случае свои потребности. Вопрос только в том, какие. Кстати, это мешает вам принять его, принимать его. Это будет вам мешать принимать его таким, как он. И есть случаи, если ваши отношения действительно начнут развиваться. Вот. И почему вы решили обязательно, что ему это не нужно? Вот с чего вы это решили, Юлия? Постарайтесь ответить себе на эти вопросы. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.